Я помню чудное мгновение 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 Пушкин представляет емкий очерк своей жизни между первой встречи с героиней послания и настоящим моментом, косвенно упоминая основные события, произошедшие с биографическим лирическим героем. Ссылка на юг страны Период горького разочарования в жизни, в который были созданы художественные произведения, проникнутые ощущением неподдельного пессимизма. Демон, свободосеятель пустынный. Подавленное настроение в период новой ссылки в родовое имение Михайловское. Однако вдруг наступает воскресение души, чудо возрождения жизни, обусловленное явлением божественного образа музы, которая приносит с собой прежнюю радость творчества и созидания, которая открывается автору в новом ракурсе. Именно в момент духовного пробуждения и прилива витальной энергии лирический герой вновь встречает героиню стихотворного послания. Душе настало пробуждение. И вот опять явилась ты. Образ героини существенно обобщен и максимально поэтизирован. Он значительно отличается от того образа, который предстает на страницах пушкинских писем в Ригу и друзьям, созданного в период вынужденного времяпрепровождения в Михайловском. Вместе с тем неоправдана постановка знака равенства, равно как отождествление гения чистой красоты с реальной биографической Анной Петровной Керн. На невозможность признания узкобиографической подоплеки стихотворного послания указывает тематическая и композиционная схожие с другим любовным поэтическим текстом под названием «К ней», созданного Пушкиным в 1817 году. Многие поэтические символы, употребляющиеся в стихотворении, утратили свое первоначальное значение в контексте канонизации романтического дискурса. Видение, божество, слезы. Черты лица героини милые и небесные. Одновременно неподражаемая простота пушкинского нарратива оживляет старые клишированные формулы романтической лирики, одаряя их новым поэтическим звучанием. Выдающаяся поэтическая конструкция «Гения чистой красоты» взята из романтической повести «Ла-ла-рук» Томаса Мура в переводе Василия Андреевича Жуковского. Здесь важно вспомнить об идее вдохновения. Любовь для поэта цена также и в смысле дарования творческого вдохновения, желания творить. В заглавной строфе описывается первая встреча поэта и его возлюбленной. Пушкин характеризует этот момент очень яркими выразительными эпитетами. Чудное мгновение, мимолетное видение, гений чистой красоты. Любовь для поэта – это глубокое, искреннее, волшебное чувство, которое полностью захватывает его. Дальнейшие три строфы стихотворения описывают следующий этап в жизни поэта – его изгнание. Тяжелое время в судьбе Пушкина, полное жизненных испытаний и переживаний. Это время томления грусти безнадежной в душе поэта. Расставание с его юношескими идеалами – этап взросления. Рассеял прежние мечты. Возможно, были у поэта моменты отчаяния, без божества, без вдохновения. Упоминается также о ссылке автора – в глуши, во мраке заточения. Жизнь поэта словно замерла, потеряла смысл. Жанр – послание. Выдвигались и другие версии по поводу героини стихотворения Пушкина. Михаил Дудин считал ею крепостную девушку Ольгу Калашникову, чему посвятил свое стихотворение «Об Ольге Калашниковой моя песня». Вадим Николаев выдвинул версию, согласно которой стихотворение посвящено Татьяне Лариной, что это не любовная лирика, а стихи о создании образа. В 1840 году композитор Михаил Глинка написал на стихотворение Пушкина романс, посвятив его своей любимой – Екатерине Керн, дочери Анны Керн. Стихи Пушкина в сочетании с музыкой Глинки обеспечивают произведению известность в широких кругах. А сейчас давайте послушаем аудиоверсию. Я помню чудное мгновение, Передо мной явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, В тревогах шумной суеты Звучал мне долго голос нежный, И снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный Рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, Твои небесные черты. В глуши, во мраке заточения Тянулись тихо дни мои, Без божества, без вдохновения, Без слез, без жизни, без любви. Души настало пробуждение, И вот опять явилась ты, Как мимолетное видение, Как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоение, И для него воскресли вновь и божество, И вдохновение, И жизнь, и слезы, и любовь. Дорогие зрители, нам очень важна обратная связь с вами. Если вам понравилось видео и данный формат, поддержите нас лайком и комментарием. До новых встреч!